всем доброго здоровьицы мои дорогие любимые приятные зрители с вами юранка и сегодня мы с тобой будем узнавать о вреде курение а именно заранее предупреждаю о том что в данном ролике будут показаны сигареты от компании производителя мальборо собственно тому имеется как это называется продукт плейсмент об этом предупреждаю я вас лично и собственно youtube также об этом предупредит курение убивает вредит вашему здоровью я ни в коем случае не пропагандирую курение но решил для канала сегодня узнать позвонив по вот этому номеру горячей линии 8 800 200 0 200 собственно я короче специально для вас друзья скопил вот здесь вот блять огромное количество просто вот этих вот сигарет у меня тут пачек наверное 40 может 50 со всеми последствиями которые могут возникнуть от курения собственно это слепота на чем у нас дальше нам обещают парадонтоз дальше нам обещают рак горло недоношенность так дальше нас что такое идет это инфаркт так чё у нас дальше идет то тут недоношенность арфакта так и потенция филипп морис и компания сигарет мальборо собственно показаны как вы знаете новые пачки 2018 года собственно картинки стали печатать с двух сторон вот они собственно такие вот изменения с одной стороны и собственно картинка с другой стороны раньше прежние пачки выглядели приблизительно вот таким вот образом на одной стороне курение убивает на другой стороне онкозаболевания страдания мучения все все прочее то есть огромное количество всего-всего что может произойти собственно от курения ну не должен недоношенность например сигареты вот бонд с кнопкой вот приблизительно такого вот формата недоношенность другой стороны собственно Собственно, нажмите на капсул, чтобы щитить яркий микс вкусов и т.д. Это, собственно, как я говорил, самоуничтожение. Это старые картинки. Зависимость. Что у нас тут еще? Страдания. Ну, в общем, все-все-все. На новых пачках, которые я приобрел сегодня, это был целый блок сигарет, собственно. На одном у нас с тобой рак легких. Вот это рак легкого, он довольно страшно как-то выглядит. Черный, да, такие все легкие. На самом деле, люди курят по 40-50 лет, и никто не умирает, ребят. То есть, это зависит от организма и от особенности строения ДНК. Если у кого-то у вас в родстве, например, у дедушек или у бабушек были заболевания, типа, как у моего дедушки, который умер, царство ему небесное, но он курил всю жизнь с армии, до 56-60 практически лет дожил, потому что просто не лечился, у него был сахарный диабет. Ролик о том, когда он умер, потому что я рассказывал, что произошло, что случилось, вы можете найти у меня также на канале. Также, значит, новую картинку я нашел, это новообразование. На самом деле, как мне кажется, здесь вот рядом с мужиком, у которого раскрыт рот, место новообразования, это просто какая-то мясная котлета рядом с ухом, и когда ты просто опился, он уже такой с раскрытым том сидит там, блядь, звонит друзьям по котлете, короче, говорит, что ему хуёво, короче, придите и заберите его, а то иначе сейчас бомжи у него растащат последние тапки, который валяется, отпившись просто в свинью, где-то около помойки, наверное, лежит новообразование, но реально похоже на мясную котлету, ну-то посмотри, вот новообразование, видишь, это реально, реально котлета, блядь, похоже. Ну что же, теперь мы с вами, дорогие друзья, я включаю громкую связь, и мы с вами звоним на данную горячую линию, это номер 8800 200 0200. 8800, сегодня мы с вами, ну не в прямом эфире, а на записи узнаем о том, что же может быть о последствиях, собственно, что и как вообще жить дальше, и через сколько времени я подохну, может кукушка на меня накукует и что-нибудь скажет. Не хотелось бы, конечно, умирать раньше времени, тем более, что у меня сейчас такие большие планы появились, прям загорелись. Которых вы узнаете позднее, ну или с предыдущего ролика в Company of Heroes я рассказывал о возможном переезде, довольно далеко, ребят, поэтому адрес останется, по которому я записывал ролики прежним, а о моем местоположении знать никто не будет, ну кроме того человека, дорогого, к которому я перееду. Вы узнаете это все позднее, если это случится, если это действительно произойдет, я на это очень рассчитываю. Ну что же, звоним, друзья, включаем громкую связь. Разговариваю. Здравствуйте, спасибо за ваш звонок на горячую линию здоровое растение. В целях улучшения качества послушивания все разговоры записывают. О, у нас тоже записывается. Пожалуйста, переведите ваш телефон в тональный режим. По вопросам алкогольной и наркотической зависимости нажмите 0. Если вас интересует информация по отказу зрения, нажмите 1. Подписывайтесь к вопросам здорового образа жизни, а также по теме личинфекции, нажмите 2 или дождитесь ответа оператора. Просто подписывайтесь на мой канал. Надо нам попробовать, чтобы поменять все сп Bryant, Та, Та... Cy а 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 почему я бросил звонок ребята просто хотел сам от себя также добавить по причине того что вчера у меня закончились сигареты приблизительно это было в семь пол восьмого вечера я скурил последнюю сигарету и ребята за того что я не закурил на ночь я не смог уснуть и мне пришлось принимать таблетку феназепам и усну я только в три приблизительно пол четвертого ночи я не знал куда мне деться вообще не знал чем не делать вот так проявляется зависимость от курения друзья я ни в коем случае не пропагандирую курение и говорю вам о том что лучше как можно скорее бросайте вы это дело и не занимайтесь ерундой потому что это очень очень плохо и потом когда ты вкуришься когда ты будешь курить особенно красные вот например сигареты именно крепкие то отойти от этого очень тяжело потому что не знаешь куда тебе деться не знаю что тебе делать это тем более в три часа ночи блять то зашел в кс-16 играю голова сука ватная блять хочу курить ничего не знаю что делать блять хожу по всему дому на улицу вышел походил не знал куда деться в итоге слава богу уснул перевел деньги с биткоинов на рубли и пошел купился целый блок сик который мне хватит сейчас более чем на месяц так ну ладно звоним еще раз это я хотел сейчас узнать по поводу алкога алкоголической и наркотической зависимости так как я слава богу не наркотики не алкоголь не употребляю собственно но это разве что вот был вот у меня безалкогольный я выпил бутылочку это можно себе позволить тем более я не пил месяца три или четыре бета безалкогольная вновь повторюсь алкогольным не просто нельзя да и не хочу потому что возможно возникновение побочных эффектов ребята с хронической псевдоневротической шизофрении я думаю ничего хорошего не будет при том условии что у меня только остался антидепрессант а ковентиак собственно тот те таблетки которые от шизофрении они закончились что будет со мной происходить дальше надеюсь ничего плохого мы созвоним еще раз спасибо за ваш звонок на горячую линию здоровая россия в целях улучшения качества обслуживания все разговоры записываются пожалуйста переведите ваш телефон в тональный режим по вопросам алкогольной и наркотической зависимости нажмите 0 если вас интересует информация по отказу от курения нажмите 1 по другим вопросам здорового образа жизни а также по типу инфекции нажмите 2 или доститесь ответа оператора если вы хотите прослушать информацию о влиянии табачного дыма на здоровье нажмите 4 табачный дым оказывает отрицательное влияние на здоровье основное вещество табачного дыма никотин который вызывает зависимость а не на никотина табачный содержит бухгарный газ синидную кислоту формальдегид аммиак более 7000 токсических веществ не знал они не просто изменяют структуру тнк но лутации которые образуются под влиянием канцерогенов могут передаваться по наследству детям и внукам многочисленными исследованиями доказано что курение повышает риски развития онкологических заболеваний рака легкого в 20-40 раз в зависимости от числа выкуриваемых в день сигарет доказана связь между курением сигарет и раком печени, кишечника, мочевого пузыря, шейки матки больше всего страдает от табачного дыма дыхательная система громкие и легкие это да, согласен вредные вещества табачного дыма вызывают раздражение и воспаление слизистых оболочек полости рта, носа, гортани, трахеи и бронхов в Веркуте развивается хроническое воспаление дыхательных путей чаще возникают острые респираторные инфекции снижаются защитные свойства воронхиального дерева и клетки становятся более воспринчивы к инфекции даже такое инфекционное заболевание, как киберкулез, которое передается от больного человека к здоровому, чаще встречается среди курящих после вдыхания табачного дыма токсичные вещества попадают в кровь курильщиков гораздо чаще, чем у не курящих развивает сатер из природы сосудов, артериальная гипертензия, сахарный диабет вот сахарный диабет способствует повышению секреции соляной кислоты, эпсиногена, рефлюксу желчи это возможно, да? что приводит к развитию язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишины курильщиков реализуется антиэстрогенным эффектом что приводит к столичному дисклодию, развитию оступороза вызывает более раннее наступление менопаузы, повышает риск переломов урение во время беременности является причиной преждевременных родов урение ребенка с низкой массой тела, синдрома внезапной детской смерти употребление табака считается одним из факторов риска электричной дисфункции кроме того, продолжительное урение приводит к раздражению голосовых связок и сужению голосовой щели из-за чего изменяется тембр голоса, он становится хриплым а кожа приобретает желтоватый или землистый оттенок она становится сухой из-за токсических веществ короче, как вьетнамцы будете потом желтые помните, не существует безопасного уровня курения и корейцы а отказ от курения способствует сохранению здоровья благодарим вас за обращение на горячую клинину, здоровая Россия это было все из того, что есть на самом деле, друзья, я хочу сказать лично свое мнение к которому лучше, конечно, все-таки не прислушиваться но как вариант рассмотреть с того момента, как я начал курить это было приблизительно год назад я перестал болеть я знаю, что это звучит очень странно и вы сейчас посмотрите, что у меня нет волос подумаешь, что у меня там, не знаю, рак на самом деле, нет, ребят я просто сбрил волосы надоело длинные лохмы, блядь, постоянные из-за жары и пот и все прочее и подушки и все-все-все пачкалось, грязнилось а сейчас просто влажной салфеточкой взял так раз в денек протер голову головку и все, и хорош нормально по поводу заболеваний ОРЗ, ОРВИ мне уже не чуждо я больше года перестал болеть с того момента, как начал курить возможно, это показывается странным да, в какие-то моменты у меня появляется кашель это действительно есть, я этого не отрицаю по поводу того, что я вообще ощущаю ну, так как я курю год, наверное люди есть, которые курят и по 40 лет тем более, что я спрашиваю вот у наших продавчиц в магазине которая курит уже, говорит у меня стаж уже, говорит, больше 40 лет я говорю, вы курите на голову она говорит, курю я говорю, ничего не болит она говорит, об этом нельзя говорить иначе если заговорить, то заболит я сам курю, да, на голову желудок слава богу, желудок меня не подводит не мучает, ни тошноты, ни рвоты у меня слава богу, нету да, первая выкуренная сигарета на голову желудок может вызвать боль в желудке в этот момент необходимо поесть а лучше сделать наоборот сначала поесть, а потом покурить это будет намного безопаснее Если хотите сохранить свое здоровье, также рекомендую настоятельно вам отказаться от курения, если вы не можете, то курить хотя бы легкие сигареты. Постараться выкуривать как можно меньше сигарет, потому что некоторые выкуривают по пачке в день. Я, например, в среднем от 4 до 5 сигарет выкуриваю в сутки. Как-то так. Так, кашель, да, у меня иногда есть, да, я как бы не отрицаю, что это из-за курения. Но, знаете, помимо курения, на самом деле, можно сказать, что заболевания по наследству могут передаваться... Ты можешь заболеть раком даже от того, что если ты не куришь, на самом-то деле. То есть данные вещества, они просто раздражают организм и тем самым способствуют возможности возникновения, повышая шанс риска на возникновение данных заболеваний. Я не знаю, как доказано, что написано на пачках, например, слепота. Вот, я вот этого не понимаю. То есть мне друг сказал, говорит, типа, что да, это реально доказано. А как доказано-то, что у человека слепота? Может быть, дым, который просто попадает на слезистую глаза, он раздражает глаз, но вот чтобы люди слепли, ааа, я не знаю. То же самое, что послушать, не дрочи, а то ослепнешь. Знаешь, вот серьезно, просто, ну, блять, подрочил, взял, в какой-то момент ослеп. Ну, это, я не знаю, пихать можно все, что угодно, в принципе, рак горла, да не отрицаю. Парадонтоз человек мне, я ходил к стоматологу специально, наверное, около, может быть, полугода назад, может, чуть больше. Я ему сказал, говорю, а у меня парадонтоза не будет? Он говорит, это вы где прочитали? На пачке сигарет? Я говорю, да. Они говорят, там что только-только не пишут. Они говорят, я курю больше 20 лет, и, как видите, зубы у меня все здоровые. На самом деле, я полностью согласен. Можно после выкуренной сигареты, чтобы сохранить зубы, попробовать, но почистить зубы. У некоторых, да, желтеют зубы, у некоторых выпадают. Но это в большинстве случаев от старости, ребят, потому что парадонтоз, я не знаю, как часто вы встречали, я вот лично на своем веку не встречал ни разу парадонтоз у курящих людей, которые курят не то, что ни один год, уже не 10 лет, а даже больше. Ну что ж, давайте еще раз наберем. Собственно, на этот раз мы обратимся к другой цифре. Здравствуйте, спасибо за ваш звонок на горячую линию Здоровая Россия. В целях улучшения качества обслуживания все разговоры записываются. Пожалуйста, переведите ваш телефон в тональный режим. По вопросам алкогольной и наркотической зависимости нажмите 0. Если вас интересует информация по отказу от курения, нажмите 1. Давайте по отказу от курения. Вы позвонили в консультативный телефонный центр с помощью в отказе от потребления табака. В целях улучшения качества обслуживания все разговоры записываются. На соединение со специалистом прослушайте, пожалуйста, информацию о работе центра. На линии консультируют врачи и психологи, которые проинформируют вас об эффективных методах отказа от курения, помогут найти замену ритуалам курения, справятся с желанием курить и ответят на все ваши вопросы. Сегодня вторник. Здравствуйте. Вот я хотел бы вас узнать по поводу отказа от курения, каким вот образом можно, скажем так, это... На самом деле интересуюсь по большей степени к своей знакомой девушке, которой я вот через несколько месяцев хочу к ней переехать. Я сам просто тоже курю, но я ради нее готов отказаться от курения, просто она думает, что если, когда она перестает курить, у нее появляется очень дикий аппетит, и она боится потолкеет. Ласошите меня, пожалуйста. Угу. Ваши девушки, да, оставьте наш номер... Оставьте наш номер телефона, да, просто перезвоните на стояки, на можно и с вами с вами с ней переседуем. Для консультации звонки бесплатно, да? Угу. А, может быть, вы нам перезвоните в другое время, когда у вас будет более подходящая статья, где разговор будет сейчас? А, это извините, это сообщение просто приходит вконтакте, все, все нормально. Сейчас я громко спусту уберу. Я вас переключу на информацию о том, как подготовиться к ней отказать сигарет, а теперь вы знаете, что из такой линии, когда вам будет удобно разговаривать, вы нам звоните, мы уже поговорим более детально. Назначим с вами где не отказать сигарет, и пусть наша девушка тоже звонит там, назначим где не отказать сигарет, хорошо? Ага, хорошо, я вас понял. Все, спасибо большое. Ага, потому что у меня очень сложно разговаривать, вот в таком режиме. Как вас зовут, скажите, пожалуйста. Юрий. Юрий, сколько вам лет? Э, 21. А, 21. Да, приблизительно Москва. А, все, Юрий, спасибо за звонок, оставай представление, это перед вечером при обходящих в Москву, обращайтесь. Угу, хорошо, спасибо большое. Прослушайте, пожалуйста, информацию о подготовке к отказу от потребления табака. Подготовка к предоставлению курения включает создание правильного психологического настроя. Помните, что вы не отказываетесь от сигарет, а приобретаете здоровые привычки. Не теряете возможность успокоиться с помощью курения, а приобретаете дополнительные годы жизни. Полезно на листе бумаги записать или проговорить для себя плюсы от прекращения курения и минусы табака курения именно для вас. Например, минусы курения – это в первую очередь токсичное влияние ядовитых и канцерогенных веществ на здоровье. Это кашель по утрам или в течение дня, риски развития рака легкого, хронической обструктивной болезни легких, инфарктов и шимической болезни сердца и многих-многих других заболеваний. У курящего человека кожа приобретает желтоватый оттенок, желтеют зубы, раньше появляются морщины, одежда приобретает запах табачного дыма. Ну это да. Вы можете получить дополнительную информацию о пакубном влиянии табачного дыма на здоровье на данный момент «Дравая Россия» Министерство здравоохранения Российской Федерации в популярных и научных статьях. В результате табакокурения формируется зависимость, и вот уже почти каждый час необходимо прекращать дела и идти курить, поскольку через час-два уровень никотина в организме падает и возникает острое желание курить. Да-да-да. Нет, это я оберегаю окружающих. Задаются громкие, за внимание, как разражительные, хуже учатся. Важной причиной для отказа от курения является и то, что на сигареты приходится тратить деньги. Посчитайте, сколько тысяч рублей вы тратите на покупку сигарет ежемесячно. Да хера. Сколько обходится вам табакокурения в гост? Наконец, курение уже перестает быть модным. В наше время, вот на пыль дорогах. Кроме того, доказано, что отказ от курения не только снижает риски развития болезней, но и улучшает эффективность лечения онкологических, сердечно-сосудистых и бронхолегочных заболеваний. Положительные эффекты отказа появляются уже в первые дни. Улучшается снабжение кислородом клеток, в том числе миокарда. Перестает регулярно поступать угарный газ из табачного дыма. Через 20 минут ваш пульс и давление понизятся. Через два дня возвращается нормальное ощущение вкуса и запаха. Через 2-3 недели функция ваших легких придет в норму или не будет ухудшаться, если уже есть выраженные нарушения. Улучшится кровообращение. Через один год после отказа от курения риск инфаркта станет вдвое меньше. Через 10-15 лет риск сердечно-сосудистых заболеваний, рака легкого, снизится до уровня некурящих людей. Выберите для себя значимые причины отказа от курения. Они помогут отказаться от курения и не пытаться соблазну закурить в курящей компании или в привычной для курения ситуации. Следующим шагом для подготовки к отказу от табака курения является диагностика зависимости от табака. Для ее определения обычно используют тест Фагерстрома. Его можно найти на сайте Здоровая Россия. Если степень никотиновой зависимости высокая и при предыдущих попытках отказа от курения вам было сложно, возникало сильное желание курить, раздражительность, беспокойство, другие симптомы синдрома отмены, то при прекращении курения лучше использовать лекарственные препараты, проконсультировавшись о противопоказаниях с врачом. В результате табакокурения у человека формируются привычки курить в определенных ситуациях. Заранее продумайте замены ритуалов курения. Если курите для перерывов в работе, продумайте, что будете делать в эти моменты. Может быть, заварить чай, прослушать музыку, пройтись. Если вы пока не готовы назначить день полного отказа от курения, используйте метод осознанного курения. Не совмещайте курение с другими видами деятельности, в том числе и с разговорами с коллегами. Считайте затяжки, сконцентрируйтесь только на сигарете. Попробуйте снизить число выкуриваемых в день сигарет, увеличив промежутки между закуриванием, заменяя часть сигарет другими действиями. Помните, что табачный дым провоцирует закуривание, поэтому непосредственно перед днем отказа полезно проветрить квартиру, вещи постирать или сдать в химчистку. Пока вы курили, вы этого не замечали. Но после отказа от курения обоняние улучшается, и организм особенно остро чувствует запахи. Одним из факторов, способствующих изменению привычек, является физическая активность. Физическая активность – это и усиление метаболизма, и выработка гормонов удовольствия эндорфинов, и возможность переключения. В соответствии со своим состоянием здоровья, выберите себе сами или с помощью специалистов комплекс упражнений для занятий. Больше ходите пешком, не меньше 30 минут в день, запишитесь в фитнес-клуб, или скачайте из интернета программу фитнеса, лечебной физкультуры. И главное, решитесь на прекращение курения. Помните пословицу «Дорогу осилит идущий». Благодарим вас за обращение на горячую линию «Здоровая Россия». Но как-то так, друзья. То есть мы сегодня большую часть информации о том, какие несут, собственно, последствия табакокурения, мы с вами узнали. Я, значит, сам в любом случае защищаю своих родственников, собственно, от запаха табака. То есть я не курю ни в коем случае при них рядом. У меня никто в семье не курит. Да, я вам говорю. И, кажется, я знаю, каким образом я буду отучать свою подругу от курения. Но об этом способе я... Прошу прощения, об этом способе я не буду вам сообщать. Он весьма интересен. Да, очень интересен. По крайней мере для меня. Я уже придумал, что я буду делать. Но если у меня всё равно это не получится делать, ну, тогда попытаюсь ей помочь. Сейчас как-нибудь обратимся. Обратимся обязательно. Также вновь по этому телефону позвоним. И, может быть, ролик уже выйдет совместный. Там, где ей будут рассказывать, что и как делать. Расскажут мне. И, собственно, будем пытаться справляться с данной зависимостью. Так что, ребяточки, желаю вам всем счастья, здоровья, в любви. Здоровья в любви. И здоровья, и любви. И тогда у вас будет здоровье. Так что, как говорится, занимайтесь сексом. Это полезно. Потому что это предотвращает возможности возникновения инфарктов и инсультов. И бросайте вредные привычки и справляйтесь с вашей зависимостью. Потому что вы не раб вот этого вот всего. Вы человек. А человек, который зависим от сигарет, он считается рабом. И еще некоторые говорили, что мания курить – это желание взять хуй в рот. Я не знаю. У меня такого желания не возникало. Поэтому, может быть, это про кого-то есть. Но точно не про меня. И, скорее всего, не про большинство других людей. Так что, ребяточки, если хотите, значит, вот эти вот номера, которые вы видите на пачках сигарет, звоните, говорите, что я хочу бросить курить. Вам все расскажут. Подскажут, когда вы действительно в определенной ситуации, когда вы будете к этому готовы. Я в данный момент к этому не готов. То есть, я хотел бы отучиться сам и помочь своей девушке, подруге, от этого отойти. Я надеюсь, что все получится. Даже если не получится, я все равно вам сообщу, собственно, о последствиях, о действиях, что и как буду делать. И мы вместе с вами будем следить за развитием событий. Так что, всем удачи, друзья. Здоровья. Счастья вам в жизни. Бросайте вредные привычки. Занимайтесь спортом. И наслаждайтесь жизнью. Всем удачи. До новых встреч. И пока-пока. С вами в комментариях вы можете написать. Также подписывайтесь на канал, ставьте лайк, ставьте лайк, поддержку ВКонтакте. Всем удачи. До новых встреч. И еще раз. Пока-пока. С вами был Юранка.